В предыдущем видео о нашей поездке в Париж мы уже немного прогулялись по левому берегу реки Сены. Обязательно его посмотрите. А в этом вас ждет еще больше интересных мест и достопримечательностей в латинском квартале. Узнаем, почему он так называется, попадем на съемки и прогуляемся по местам сериала «Эмили в Париже». Обсудим, стоит ли идти на Ельсийские поля и проведем вечер, как настоящая парижская молодежь. Сегодня у нас тут утро. Началось с поиска болонжери. Пришли ко дно, и она закрыта. Вдруг внезапно. И вот сейчас идем до другой. Надеюсь, нам удастся позавтракать. На худой конец я вон там вижу супермаркеты. Но сегодня как бы вот я вот так вот иду. Но немного прохладно, если честно, на улице. Был дождь. Поэтому, собственно, какой-то эко-магазин, эко-био. Еще тут какие-то разгрузки. Там, кстати, сейчас вот рыночек будет. Ну ладно, надеюсь, у нас получится. Если вам показалось, что мы очень много пьем кофе и ходим только по кофейням и болонжери, то вам не показалось. Кстати, я составила небольшой список классных кофеен в Париже и оставлю его в описании. А вообще, такое пасмурное утро и дни идеально подходит для посиделок в кофейнях и для похода в музеи. Список самых посещаемых я тоже оставлю в описании к видео. Да, короче, у нас тут в итоге вот так все. У нас тут очень прикольная кафешка. Такое утро не суперактивное. Сейчас третий вот день. Хочется все остальное посмотреть. Но, по ходу дела, музей у нас вообще мимо. Вот сейчас тут идем с видом на музей Арсе. Справа, по-моему, еще где-то там должен быть оранжери. А, точнее, вот там должен быть. Вот, а мы идем в латинский квартал, потому что вчера мы там не догуляли. Поехали к башне. Сегодня будем смотреть. Погода вроде улучшилась. Поэтому пора, так сказать, догулять все, что мы не посмотрели. Вот еще вроде Елисейские поля как бы должны быть, мост-визит. Но что-то я не знаю, как нам везде успеть. Постараемся. Как красиво. Тут я еще не подозревала, что меня настигнет одна из неприятностей этого дня. Но об этом расскажу чуть позже. А сейчас поговорим о музее Арсе. Это третий по популярности в Париже и десятый по популярности в мире музей. Он экспонирует предметы искусства, датируемые от середины 19 века до 1915 года. Основу коллекции составляют работы импрессионистов и постимпрессионистов. Нужно также заметить, что музей Арсе стал музеем только в 1986 году. До этого это был вокзал, который обслуживал направление Париж-Орлеан. Поэтому представляете, какая красота там внутри. Но так как музей очень популярен, то, естественно, посещение его стоит планировать заранее. А также отвезти на его посещение примерно полдня, а может быть даже и целый день. Мы же за свою поездку так и не посетили ни одного музея в Париже. Но знаете, я не расстраиваюсь. Я думаю, что я обязательно спланирую еще одну поездку, в которой посещу все намеченные музеи и пригород прекрасного города. Ну а мы потихоньку переместились в Латинский квартал. Это определенно смесь эпох и культур. Здесь возможно увидеть и средневековый Париж, и галоримские арены, и османовские широкие бульвары. И самую маленькую улицу города, и величественный пантеон, бесчетное количество небольших забегаловок на улице Муфтар, Сарбонну, дом Хемингуэя и Лексенбургский дворец. Латинский квартал – это, можно сказать, интеллектуальная почва Парижа. И в то же время свободный и молодежный студенческий район города. И да, этот квартал мне показался очень уютным. Я с удовольствием вернусь сюда снова. Давайте скорее прогуляемся по его улицам. Итак, перед нами пантеон, здание которого первоначально построили как церковь, посвященную Святой Женевьеве. Но после многочисленных реставраций оно стало местом захоронения знаменитых деятелей людей Франции. Это одно из первых сооружений неоклассического направления с фасадом, созданным по образцу фасада пантеона в Риме, увенчанное небольшим куполом. Так почему же квартал латинский? Все просто. В латинском квартале расположен старейший университет мира – Сорбонна. Второй. Старший только университет Болонии. Поэтому свое название квартал получил именно благодаря университету и другим колледжам района. Так как обучение здесь шло на латыни, а квартал заселяли практически одни студенты, то повсюду только и слышалась латинская речь. Вскоре парижане назвали квартал латинским. Благодаря многочисленным учебным заведениям здесь по-прежнему много студентов. Но, увы, жить поблизости от колледжей или университетов им теперь не по карману. Из-за туристического бума цены на жилье в латинском квартале очень кусаются. Но на многочисленных площадях квартала, скверах, садах и улочках в местных кафе всегда можно отдохнуть, перекусить и пообщаться. А мы подошли к площади эстрады. Привет всем фанатам сериала «Эмили в Париже». Ведь именно тут находилась уютная квартирка главной героини сериала. А также ресторан прекрасного повара Габриэля и булочная, куда Эмили тоже любила захаживать. «Эмили в Париже» Пикарня Болонжери Модель и в реальной жизни очень популярное место. Здесь можно найти все, что французской душе угодно. И, кажется, пора сказать «Фурмуа, пау, шоколе, сельву бле». Хотела еще немножко сказать про то, что все вот эти вот места по мотивам сериала «Эмили в Париже» «Ее квартира», «Ресторан» и «Болонжери», они на самом деле отмечены на Google Maps. Но я еще оставлю ссылки в описании. Но их найти очень легко. Там прямо так и написано «Эмили с апартамент», потом что-то про этот ресторан написано тоже «Эмили и Париже ресторан». Поэтому, собственно, вот эта красота доступна, так сказать, всем. Ну а ресторан Габриэля, который в сериале называется «Ле де Компер», на самом деле является итальянским бисстро «Терра Нера». Мне очень понравилось на этой уютной площади. Хоть и прошлая у нее совсем не позитивная. Так, давайте быстренько. Рубрика «Недвижимость». Значит, смотрим. Тут непонятно, сколько квадратов. Окей, 242. Значит, 27 квадратов, 255 тысяч евро. Тут у нас что-то вообще тут 6 каких-то квадратов. Непонятно, что. Значит, 24 квадрата, 260 тысяч. 22 квадрата, 264. Тут что-то с 12. Но тут, по ходу дела, туалет, короче, какой-то общий или не общий. Не знаю, 150 тысяч. 160 тысяч. Так, вот это вот уже красивое что-то. Но 440 тысяч. И еще вот такие есть. Ну, в общем, как-то вот так. Вот продано уже 13, 10 метров, 128 тысяч. Окно, все, красота. Что еще хочется сказать? Латинский квартал, да и вообще Париж, фигурирует в огромном количестве различных произведений, фильмов и сериалов. Например, на улице Легарб разворачивают события романа Александра Дюмы о трех мушкетерах. Перед аудиенцией с королевой тут прячется герцог Бикинге. Автор настолько был щепетилен, что в деталях описал место довольно точно. Правда, тут дом давно снесли. Но мы заглянули на площадь Конгресс Кап, где также бывали герои романа. А в нескольких шагах тут находится улица Кардинала Лимуана, где в доме 74 когда-то жил Хемингуэй. Мы решили прогуляться и до туда, но нас ждало кое-что интересное. Мы пришли тут к дому, где жил Хемингуэй. Но на самом деле здесь есть кое-что покруче. Смотрите, тут съемки были. Правда, через две секунды администратор съемочной группы сказал, что снимать нельзя. Здесь в латинском квартале улица Муфтар называется. Такая вот она пешеходная, по всей видимости, но ездят тут иногда, проезжают машины. Куча каких-то кафе с разными кушаниями, лавки и, собственно, в лучших традициях пешеходных улиц. Сувенирчики. Также можно вот шоппер купить с улицы Муфтар. Сколько он стоит? 5 евро. 2 за 10. Нормально. Тоже кафе. Вот какие тут наряды. Бутик. Блины. Креп. Крепсы. На любой вкус и цвет. Вот итальянский кофе. Тут вот опять блины. В общем, одни блины. На Масленицу можно сюда приезжать. Мы сейчас около Люксембургского сада. Идем туда посидеть, прогулять. Смотрите, по Парижу есть вот такие туалеты общественные. Даже есть, я так понимаю, карта их. На самом деле есть еще приложение. Но, как я увидела, что оно платное. 99 рублей стоит. Не знаю, сколько оно там. В долларах, в евро. Вот. Значит, такие туалеты. 24 часа они работают. И вот здесь очень важная подробность. Нужно, чтобы горело зеленое. Тогда можно нажимать на кнопку и заходить. Потому что вот это все там занято. Что-то еще. Вот это вот значит, что он дезинфицирует. То есть тут самодезинфицирующий туалет. Вот. В общем, нужно обязательно, чтобы зелененькое горело. Значит, свободное. Можно заходить. Не знаю, что там. Откроется интересная дверь. А, ну вот так он выглядит. Прекрасно. Еще одна яркая достопримечательность латинского квартала. Это Люксембурский сад. Один из самых красивых парижских парков. Аллеи, оформленные в английском и французском стиле. Различные статуи. Красивейшие фонтаны. Это излюбленное место не только туристов, но и горожан. Послушайте, как птицы поют вообще. Все зеленое. Все цветет. Сейчас каштаны. Сезон каштанов. И поют птицы. Вот эти классические лавочки. Настольный теннис. В общем, это Люксембургский сад. Как по мне, так очень-то приятно. Подошли мы тут к главному водоему. Смотрите, вот дети тут все с этими палочками. Тут можно взять кораблики. Кстати, они тут все с флагами. И, собственно, вот этой палочкой их толкаешь. Ну и отправляешь плавать. Потом они так подъезжают. Опять их толкаешь. Главное, палку не уронить, ребенок. Не урони палку, пожалуйста. Ну вот такая красота. Развлечение, так сказать, придумали. Там какая-то будка еще. Домик. Ну и все классно. Разные-разные. Ну и, конечно же, здесь находится Люксембургский дворец, построенный для королевы Марии Медичи. Несмотря на то, что во дворце располагается сенат, парк открыт для любого желающего. Также дух истории можно ощутить, посетив самое старое парижское кафе Прокоп. Оно находится в 10 минутах от Люксембургского сада и рядом с метро Адеон. Ну а я покажу вам еще одно интересное место. Ну вот я прям как чувствую, что это наша очередь. Блин, почему так? Почему? Почему? А очень-то хотелось туда зайти. А, тут еще, кстати, кафешка есть, по-моему. Или что? Почему они стоят сюда? В магазин мы не пошли, так как стоять в огромной очереди было, как всегда, не в наших планах. Так чем же интересно эта книжная лавка? Шекспир и Ко – это не просто лавка. Тут по воскресеньям устраиваются чаепития, вечера поэзии и встречи с интересными авторами. А еще в ней предусмотрено 13 спальных мест. И с момента открытия ими воспользовались 40 тысяч человек. Ну и, конечно же, здесь бывали Химмингуэй, Фитшерай, Паунс и другие. Что хочется сказать? Мы из латинского квартала идем к Елисейским полям. И на самом деле уже немного подостали. Нужно было все-таки ехать на метро. Но, тем не менее, ладно, сейчас мы вот перейдем мост. Перейдем, точнее, реку. Посидим немного в саду каком-то. Не помню, каком. И пойдем дальше. У нас сегодня еще вот Елисейские поля. И потом мы хотим переместиться на канал Санкт-Мартен. Мне очень понравилось, что в Париже много садов и парков. И в каждом множество скамеечек и вот таких зеленых стульев. Можно прийти и взять с собой книгу, можно взять перекус или просто кофе. И отдохнуть, насладиться этой красотой. Так мы и делали, потому что очень много гуляли и проходили большие расстояния. Но не пренебрегайте метро. Ведь город большой и хочется посмотреть все. У людей тут, конечно, полный чил. Кстати, тут тоже эти кораблики. Можно взять в аренду. Стоит, я выяснила, 5 евро за полпса. Смотрите, какой интересный фонтан. Так, а мы тем временем пришли на самую, видимо, дорогую улицу Парижа. Парижа, практически 5 авеню. Елисейские поля. Сейчас немного здесь прогуляемся. Посмотрим на всю эту толпу людей. Магазины. Какие-то тут роботы что-то делают. Смотрите, сколько людей. И все идут сюда. Пожалуй, каждому, кто приезжает в Париж, хочется не только увидеть Эйфелеву башню, но и побывать на Елисейских полях. Знали ли вы, что это вовсе не поля, а улица? Главная артерия города, которая зарождается на площади Конкорд и, не сворачивая, уходит к легендарной Триумфальной арке. Теперь знаете, сейчас это улица мировой моды и стиля жизни. Прогуливаясь по ней, можно потратить не только много времени, а может быть и денег. Мы не стали слишком много тратить ни того, ни другого, поэтому прогулялись до Триумфальной арки, где посмотрели на то, как люди фотографируются, на тех, кто поднимается на саму арку. Но, если честно, подниматься не стали, потому что у нас был намечен еще один пункт нашей парижской программы. А вот там, на проезжей части, кстати, все и фотографируются на фоне башни. Но лучше не задерживаться, так как там дежурит полиция. У нас на сегодня последний рывок. Мы решили провести вечер у канала Сент-Мартен. Сейчас вот приехали и идем туда. Наверное, еще зайдем в магазин. Что-нибудь возьмем, чтобы такой неплотный ужин был. И, собственно, посидим там где-то на канале. На канале, как и на набережной, все сидят, пьют винишко, болтают. В общем, приятно проводят вечер. Этим мы сегодня и займемся, потому что утром у нас уже поезд в Руан. Сейчас, кстати, все едут домой с работы. Мне нравится, что у них очень распространены велосипеды. Как обычные, так и электрические. Ну, в общем, они прям тут нехило так гоняют на них. И иногда даже на светофоре, когда машины уже остановились, они могут просто ехать, не останавливаясь. Пожалуйста, вам тут. Ну что, вот так вот это все и выглядит. Сделешь пакет, садишься на лестницу, на стул. Под деревом. Потому что что? Потому что пошел внезапный дождь. Пока посидим здесь, делать хочется кушать, мы устали. Такой, ой, вот у нас сегодня ужин. Канал был злодуманно построен в 19 веке, как водоем для того, чтобы снабжать водой фонтаны Парижа. И как водный путь для грузовых лодок. В 60-е годы прошлого века власти хотели от него избавиться, но вмешались жители. Они так полюбили свою маленькую речку, что не могли с ней расстаться. Канал оставили в покое. И, кстати, любовь Парижан к каналу и его мостикам также отчетливо видна в фильме Амели. По одной стороне кафешки, закат прекрасный. И в другой стороне канал. И вот такой вот красивый мост. И днем, и вечером на канале отдыхает огромное количество молодежи, как туристов, так и местных жителей. Ну а наша прогулка заканчивается. И если вы досмотрели до конца, то знайте, такая неприятность, как неработающий полдня микрофон, не помешали нам. Делитесь в комментариях, что вам больше всего понравилось. А впереди нас ждет красивейшая Нормандия и Руан. Спасибо большое за просмотр.